Акции протеста и массовое задержание в Беларуси. Количество людей, упакованных в автозаке, уже достигает тысячи. Правда, официально эту информацию не подтверждают. В Беларуси сегодня национальный праздник, День воли, 99-я годовщина, провозглашение Белорусской Народной Республики. Отмечают его протестами против так называемого налога на тунеядцев. Как все было, смотрите в следующем сюжете. Вот у какого-то парня ведут автозак. Он говорит, что шел в кафе. Очевидно, его задержали. В автозаке бросают всех без разбора. К человеку просто подходят двое, берут под руки без объяснений и уводят. В случае сопротивления не церемонятся. Эти люди не обязательно в милицейской форме или экипировке ОМОНа. Часто в штатском. Увозят в неизвестном направлении. Помогите, перекрытайте! Это происходит в центре Минска. Доступ на Площадь Победы перекрыли автозаками, водометами и бронированными автомобилями. Правоохранители со счетами выстроились в несколько кордонов. Людям не разрешают собираться большими группами. Власть не дала разрешения на сегодняшний митинг. Президент открыто предупреждал, чего ждать тем, кто осмелится выйти с протестами. Мы никому не закрываем рот. Я уже об этом говорил. Но шаг влево, шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться. Но даже несмотря на такие перспективы, люди все равно выходят на улицу. Это происходит по всей стране каждые выходные вот уже больше месяца. Протестующие выступают против так называемого налога на тунеядство. Прошлой осенью почти полмиллиона белорусов получили письма из налоговой с требованием уплатить годовой сбор на сумму примерно в 200 долларов. Это касается всех, кто проработал менее 183 дней в год. В ответ белорусы стали массово выходить с акциями протеста. Активистов начали массово задерживать. Большинство отделались штрафами и арестами на 15 суток. Цель вот этих всех событий это сбить накал этих демонстраций, которые мы видели в течение месяца, когда люди вышли протестовать против декрета номер 3. Ну и в принципе, я бы сказал, наверное, шире против вообще экономической политики правительства. Таких массовых протестов в Беларуси не было с 2010 года. И недовольство людей заставило президента Лукашенко приостановить действия декрета. Но только до конца года. И отказываться от него он не собирается. Поэтому митинги будут продолжаться, даже несмотря на аресты. Светлана Чернецкая, подробности, телеканал Интер.